Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на шоу конструирования микро реактивных двигателей. Самые сложные детали я уже сделал. Это вот эти вот маленькие турбинки из жаропрочной стали. Они будут выдерживать 750 градусов температуру работы реактивного двигателя. И обороты до 250 тысяч оборотов в минуту. Теперь нужно двигаться дальше. Работы просто гигантское количество. В этом видеоролике приступим к конструированию компрессора. Нужно сделать не менее сложную деталь, но уже не из инконеля, а из алюминия и гораздо меньших размеров. То есть это под вот такой компрессор деталь мы будем делать под крыльчатки немножко меньшего размера. Вот такие. Я уже нарезал блинчики. Для этих деталей. Нарезал разных размеров, чтобы иметь возможность маневрировать. А нарезал сразу много, чтобы не отвлекаться на эту процедуру. Потому что делал на большом станке. Сделал это очень быстро. А теперь на маленьком станке мы потихонечку будем точить. Итак, ребята, сегодня токарный день. Приступаем. Основную обработку буду делать с сандвиковской державкой. Хочу адаптировать под нее пластину по алюминию, потому что нет подходящих. Есть только вот такие пластинки. Одна сторона была изношена, поэтому я ее сейчас до конца доточу. Подгоню вот так под резец и можно будет обрабатывать. Хочу попробовать, как оно пойдет. Вообще, по идее, пластинка заводская. Хорошая, ее должно надолго хватать по алюминию. Вроде бы удалось отлично заточить. Четко закручиваем. Получился хороший острый резец по алюминию. Посмотрим, как же он в работе. Заряжаем баночку. Первую. Итак, пробуем. Проверяем центр. Отлично. Проверяем качество токарки. Вот такое. Вроде бы, неплохо. Отлично, ребята, качество безумное! Хорошо резец режет. Смотрим,что получается. Все должно быть высоко точно. Плюс 5 микрон. Это я доработаю шкуркой. И последний штрих. Продолжение следует. Есть. Итак, раз, два, три. Тыльная сторона трех деталей готова. То есть это обратная сторона компрессора. Дальнейшие движения перенесутся на эту сторону. И нужно будет сделать вот это. Гнездо под крыльчатку. Лопатки будут выполнены по упрощенной схеме по другому типу. То есть без вот таких вот эти будут переходить сразу в каналы. Так тоже можно делать. Но не могу я, ребята, делать по одной детали. Делаю сразу три. Немного в разных вариациях, разной толщины. Так на глаз не заметно. Вроде бы кажется, они одинаковые. Но нет, на самом деле они немного разные. Почему не люблю по одной детали делать? Но судите сами. Первую деталь я делал примерно два часа. А последующие вот эти еще две детали я делал по 10 минут каждую. То есть два часа, 20 минут и три детали. Два часа ровно это одна деталь. Согласитесь, выгоднее делать сразу несколько. Почему это происходит? Потому что уже все настроено и просто берешь и делаешь. Стоят резцы. Уже знаешь, как точить. Просто берешь и вытачиваешь. Также уже наработана технология, как подшипниковый узел делать и прочее, прочее, прочее. В общем, вот так вот это дело получается. Шелестит хорошо. Шутки закончились. Теперь начинается настоящая работа, подгонка и прочее, прочее, прочее. И погнали точить со страшной силой. Вставил внутрь подшипник и буду по нём ориентироваться. Не хочу, чтобы в моем двигателе были лишние детали. Обычно в ТРД заводского исполнения много всяких дополнительных втулок, которые ухудшают балансировку. Но они-то потом сбалансируют, а мне что делать? Мне нужно максимум сохранить статической балансировки. Тогда у меня все будет хорошо. Поэтому я сразу буду делать упор в подшипник крыльчатки. Честно говоря, не пойму, почему они так не делают. Так же даже проще. То есть вот этим донышком должно будет упереться в подшипник. Вон он там уже виднеется. Пока не достает. Надо еще немножко подточить. Теперь убираем лишний металл снаружи. Последний штрих токарки. Три детали. И еще две побольше. Решил сделать еще две. Мало ли вдруг пригодятся. Все детали разные, ребята. Здесь вот уже видите подшипники стоят. Кстати, дерзко вращается. Очень хороший баланс у деталей получился. Патрон в станке. Не знаю почему, но зажимает просто изумительно. Я недавно делал ревизию и так попал в проточку кулачков, что сейчас меньше сотки зажима. Делаю даже не за одну установку, если то точность меньше сотки зажима патрона. Это просто фантастика. Как раз самое время делать микро реактивные двигатели. Пока что у меня в приоритете три штуки. В чем же их разница? Во-первых, вот эти три крыльчатки, они немножко разные. Две из них похожие. Это разная партия. Но тем не менее, все равно 2,7 миллиметра у них вот эта толщина и высота 3 миллиметра. Я сделал специально, чтобы вот этим пятаком касалось сразу подшипника. Вот сюда. Вот так. Это один вариант. Второй вариант под вторую крыльчатку. Точно такой же. Плюс вон та ступенька, потом она там сходится. Ну в общем, все здесь высоко точно, ребята, сделано. Вы уж поверьте. Видите, соприкасается. Но еще есть другой вариант крыльчатки, у которой вход поменьше. Можно заметить разницу. Вход немножко меньше здесь. Вот этот вот. Хотя наружный диаметр одинаковый. У нее нет выступающего пятака и оно к подшипнику не будет прикасаться. Никак не сделаешь, потому что есть стенка. Здесь нужно будет подкладывать шайбу. Поэтому здесь немного все по-другому. И высота вот здесь вот другая. Это менее расходная крыльчатка. То есть она будет отличаться и характеристики двигателя будут другие. Для чего сделал еще две больших деталей? Во-первых, одна под больший подшипник, более крупный. Алексей мне присылал два таких подшипника с отверстием 7 миллиметров внутренним. Решил сделать и под них детальку под маленький реактивный двигатель. Но деталей немножко больше. Соответственно двигатель будет крупнее. Можно будет сделать крупнее камеру сгорания. К этому варианту я скорее всего приду, если придется переделывать вот эти двигатели и если они не заработают. Ну и здесь тоже под две разных крыльчатки сделано. Под такую и под такую, чтобы расширить возможности. В общем, такие дела. Теперь дальше нужно делать вот это. Делать спрямляющие лопатки, чтобы убрать завихрение и вращение потока. Вот такие делать не знаю пока буду или нет. Сейчас посмотрим в процессе. Итак, берем детали и погнали! Стартуем! И еще вот так можно сделать. Обратите внимание, как шелестит. Нет ни малейших вибраций. Хотя и балансировки здесь нет. Это все за счет точного вытачивания. Я не знаю, как долго оно может крутиться, но очень долго. Мы ждать не будем. Мы пойдем точить. Сделал небольшую прикидку. Как-то так должно получиться. Как-то так. Фрезеровать буду на поворотном столе. 13 лопаточек получается нужно будет делать. Вот что получается. Фрезерую твердосплавной фрезой диаметром 4 миллиметра. Прошло пару часов времени и стали готовы все полуфабрикаты этой детали. Работы пришлось затратить приличное количество. В общем-то все уже фактически позади. Нужно думать, что теперь делать с этими деталями дальше. Здесь их нужно еще долго и нудно облагораживать. Нужно теперь вот здесь какие-то пропилы делать. А я пока что даже еще не знаю площадь этого сечения. Нужно как-то все рассчитать. Как-то подрассчитать. В общем-то какие-то такие дела, ребята. По традиции проверяем на раскрутку. Смотрим, как оно работает. Восхитительно, просто восхитительно. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Кому не приходят оповещения о новых видео, Бейте в колокол. Всех благодарю за внимание и всем пока. Завод по производству турбин переходит на работу без выходных. И отпусков, и праздников. И новых годов. Годов. Субтитры создавал DimaTorzok